В пикантности игре добавлял тот факт, что перед стартом Кубка России волжане в товарищеском матче со счетом 1-5 уступили именно Архангельскому воднику. Так что подопечные Сергея Горчакова вышли на лед с желанием отыграться. Уже на 16-й минуте после взаимного обмена острыми моментами Евгений Волгужев поразил ворота водникам. Спустя 4 минуты соперник отыгрался, но тот же неудержимый Волгужев на 35-й минуте снова вывел ульяновцев вперед. Под занавес первого тайма Дмитрий Тумаев упрочил положение Волги и на перерыв команды расходились со счетом 3-1. Она принципиально была из-за турнира на таблице, сложившаяся, потому что если бы сегодня, допустим, воднику тоже нужно было 3 очка, чтобы бороться за выход в финальную часть. Только в этом турнире на таблице. В начале второго тайма волжане увеличили отрыв. Постарался все тот же неудержимый Евгений Волгужев, реализовавший пенальти. Но водник так просто из равновесия вывести сложно, поэтому архангелогородцы довольно быстро счет сократили. Но переломить ход встречи гости так и не смогли. Волжане, зацепившись за комфортное преимущество в два мяча, сохранили его до финального свистка. Игра была на встречных курсах. Атака туда, атака сюда, качели. Мы реализовали свои моменты, удачные где-то в завершении были, а водник тоже очень много моментов не забил. Вот отсюда, наверное, результат. Итоговый счет матча 7-5. И «Волга» уже точно проходит в финальную часть розыгрыша Кубка России, где соперниками волжан станут Московская «Динамо» и два представителя восточной группы Хабаровский «Сканевтяник» и Красноярский «Енисей». «Волга» уже точно проходит в финальную часть розыгрыша Кубка России. «Волга» уже точно проходит в финальную часть розыгрыша Кубка России.